У стен Северо-Восточного Государственного Университета мэр Магадана Юрий Гришан возложил цветы к памятной доске Евгения Кокарева, президента Северного Международного Университета. Почетному гражданину Магадана, профессору, доктору философских наук в этом году, 2 декабря, исполнилось бы 80 лет. Евгений Михайлович являлся вдохновителем и организатором преобразования педагогического института в классический университет. Именно он подписал первое соглашение между Магаданским государственным педагогическим институтом и университетом штата Аляска, давшее дорогу череде студенческих и преподавательских обменов. По мнению Юрия Гришана, именно Евгений Михайлович в то непростое время, 90-е годы, дал импульс динамичному развитию университетского комплекса и всей системы профессионального образования региона. Я думаю, что то, что сегодня происходит в университете, это развитие тех идей и планов, которые вынашивал Евгений Михайлович, но не смог реализовать силу возраста в дальнейшем болезни. Мне очень приятно, что сегодня изменилось отношение федерального министерства к учебному заведению, что сюда пошло больше денег. И вот мы посмотрели сейчас, и условия, которые в столовой, и условия, которые в спортивном зале, в библиотеке, в учебных аудиториях, настроение преподавателей создает надежду на то, что в будущем, в ближайшем, прежде всего будущем, учебное заведение станет престижным, и поступать в это учебное заведение будут наши лучшие выпускники. По словам специалистов, именно по инициативе Евгения Кокарева в УЗИ начали вести активную научно-исследовательскую работу, увеличился процент защитивших ученую степень преподавателей, возрос объем научных публикаций, вышло большое количество монографий и учебников преподавателей СВГУ, а также стали глубже контакты с академическими институтами. Человек, который стоял у основания именно университета, потому что в свое время это был педагогический институт, и, конечно, выдающийся организатор, блестящий ученый Кокарев, он смотрел в будущее, и это будущее было одно. Здесь должен быть на севере классический университет, чтобы молодежь, которая здесь живет, имела возможность получить то образование, которое оно хочет, качественное, университетское, пусть на самом краю земли. Весь опыт научной, административной и политической деятельности Евгения Михайловича говорит о его умении мыслить перспективно и нестандартно, утверждают эксперты. Он был ветераном труда Магаданской области и почетным работником профессионального образования. Ушел из жизни Евгений Кокарев 5 октября 2013 года.